Кто-то сейчас пытается вас повторить, кто-то вообще близок на пути подобном или нет? Смотрите, по книге Гиннесса, как бы я самый гибкий мужчина, но на самом деле я не самый гибкий мужчина. Сказать почему? Почему? В Гиннесс они заносят гибкость, которая от природы. Это не достижение. Это, знаете, есть люди, которые родились, у них там ноги назад. Это же не достижение. Это даже можно сказать, что какое-то уродство, да, в какой-то степени. Но поэтому это не заносится в Гиннесса, заносится достижение. Проявляется рентген, там все, там суставы, все нормально. И ты так развил, да, тогда заносится. А поэтому есть от природы гибкие, гораздо гибче меня, но они не заносятся, потому что они от природы. Я сейчас не говорю о людях, у которых все от природы. Я говорю о том, кто идет по вашим стопам, да, потому что, ну там, стронгпоинт был один, например, дальше новые, там на следующий год двигают поезда и пароходы. У меня есть больше 12 учеников. В России? Они по миру, по миру, да. Вот один сейчас 10 лет отработал в Лас-Вегасе, один во Франции сейчас работает, двое в Германии. Много учеников, некоторых уже даже и контакт потерял. Главное, я их пустил уже, все, это уже он свободен, он сам с крыльями. Я, главное, учу летать, а не ползать. Знаете, есть такая шутка, рожденный ползает, летать не может, но иногда заползает так высоко. Давайте по вашему вопросу. Еще хотелось бы узнать о ваших эмоциях, когда вы узнали, что будете одним из участников книги рекордов Гиннеса. Вот каково это, что вы ощущаете в тот момент, когда вам звонят и сообщают о том, что вы стали рекордсменом? Если бы это было, знаете, я там где-то в юности овец спас, и вдруг мне позвонили, да, для меня это было бы. Ну, когда я уже был много лет на сцене, я был на Канадских островах, и был Конгресс Йогов Европы, и там, случайно, находясь на гастролях, был приглашен напрямую, как это было и в фестивале Милане, 93-м победил 16 стран, так же с церковым. Так же и здесь, Конгресс Йогов, я был на сцене, на виду, и меня пригласили. Прямо находясь там, на Канарах, я как-то нечаянно победил этот Конгресс Йогов, так название. И в результате очень много прессы было там распространено, и через годика-два меня пригласили, делали рентгенты, все. Смотрите, в книгу Гиннеса не заносят, если ты родился таким. Там есть раздел человек, раздел достижения, раздел телесный и так далее, там много разделов. И в этом пункте не заносят, вы знаете, в мире есть гораздо гибче меня люди, но у них строение уже от рождения там, знаете, есть люди, которые родились ноги назад, да, но это же не достижение. Поэтому в книгу Гиннеса заносят только за достижение, а для этого идет, все проверяется. Консилиум, все это проверяется. Поэтому определяется, это достижение или это рождение. Только в этом случае. А кто родился, есть такие, вот один чернокожий есть, он прям вдвое складывается назад, еще трубу на себя одевает. Мне жестко смотреть, страшно, мне говорят, тебе жутко, и вот, да, мне жутко. Поэтому это не достижение, он таким родился. Поэтому в этом смысле я не самый гибкий. Врач кто такой? Врач это человек, теоретик. По книжкам начитался, что как надо делать. Когда мне на семинарах говорят, Муфтар, вот у меня с коленом проблема, я говорю, я дилетант. Как, вы же там 30 лет работаете с телом? Я говорю, я в этом вопросе дилетант. Я никогда не имел проблему с коленом. Если я буду вам советовать, я буду лгать. Поэтому, кто такой врач? Врач-теоретик. Он должен сам иметь эту болезнь, сам вылечить, и потом тебе передать, и научить, и лечить тебя. Кто такой? Я покупаю книгу, там, типа по йоге, да? Открываю книгу, листаю, а там рисунки. Я смотрю, есть автор. Но нет автора здесь. Есть рисунки художника, значит, автор не умеет делать эти трюки. Я закрываю и убираю. Я не верю теоретикам. Я верю только практикам. Вот так живем. Врачи все теоретики. Поэтому никакой надежды ни на детей, ни на врачей, ни на весь мир нельзя полагаться. Надо полагаться на себя. Есть центр. Ты. Спасение утопающих, сами знаете, чье дело. Скажите, пожалуйста, гибкость человеческая, она, в принципе, заложена в каждом из нас, и можно развить ее до неопределенных высот? Да. Как нет совершенства предела, так нет совершенства предела, совершенства тела. Поэтому, почему я попал в книгу Гиннеса? Потому что у меня не было рамок, которые задает учитель. У меня не было учителя. И, будучи невеждой в этом вопросе, я искал, не имея рамок, я заходил в дебри, я искал и находил. А если был бы учитель, он у меня, он бы создал бы такие рамки, и мне ничего не надо было искать, я просто бы делал то, что меня учат. И это было бы передавание следующему, и все, вот эти рамки переходят. А когда у меня не было учителя, а было внутреннее рвение, именно поэтому я находил все новые возможности тела, и без режиссера сделал номер, объездил весь мир, побеждал Грам-премию, там, Милан и другие. Работал в Цирке Дю Солееве, в Театре Зуманти, Лас-Вегасе. И за ностальгию в Россию, я, к России, я просто прервал контракт, уехал, и прекрасно себя чувствую. Человек, который знает свои действия и намерения, знает, как использовать время, ему нет разницы, в какой стране он находится, нет разницы, какая там политика, какое положение вообще. Потому что если человек развивает внутреннее, он становится магнитом тому, что ему нужно. А если он работает над внешним, быт, быт, быт и развлечения, то он не становится магнитом, и ему самому придется липнуть к тому, что он любит. А мне не приходится липнуть к тому, что я люблю. То, что я люблю, липнет ко мне, потому что внешне есть внутренняя работа. Знаете, магнит. Во. Говоря опять... Да. Вы хотели договориться, простите. Я могу долго говорить, лучше задавайте вопросы. Опять-таки, вопрос о гибкости. Тут вот такой момент. Начинать лучше с детства, или, в принципе, если тебе 45, то ты, в принципе, тоже можешь там пойти и заняться? Можно. А как тогда быть? Тут нужно, опять-таки, найти специалиста какого-то, который бы объяснил, что чего и как? Или, в принципе, можно и собственными методами? Знаете, большинство в чем ошибаются в гибкости? Смотрите, у них цель наружная. То есть стать артистом, выступать в цирке, победить там это, стать спортсменом, получить медаль. То есть все наружнее. У меня никогда не было таких целей. Поэтому я получил через гибкость все. Потому что я работал внутренне. Мое желание было развить себя. Все. Точка. Не было развить, потом пойти выступать, потом не было. Иначе было бы так. Вот он я, вот она конечная цель, а вот мой путь. Сначала, знаете, как, значит, идет, получает образование, потом, а зачем оно нужно? А, диплом. Значит, цель другая, диплом. В этом, а, диплом не нужен, работа. А, ой, и работа не нужна, деньги. А, и деньги не нужны. Благо. Так вот, цель была там, а пошел туда. Поэтому весь путь неинтересный. Изначально надо ставить правильную задачу. Те блага, которые ты хочешь, и идешь прямо к ним. Скажите, пожалуйста. Я не могу здесь, извиняюсь, сжато это. Ну, действительно, это очень такая глубокая тема, да, которую можно рассуждать часами, да. Надо рисовать формулы, показывать образы, и так далее. Безусловно. Но, тем не менее, когда человек ведет здоровый образ жизни, вот интересует конкретно ваш пример, питание, распорядок дня, в чем вы себя ограничиваете, может быть, ну, и, в принципе, покушать, что любите. Есть два способа быть здоровым. Либо мучить себя диетами, глотать слюни, терпеть, страдать, либо есть все, но заниматься. Либо терпеть, страдать, голодать и не заниматься, либо заниматься и не терпеть ничего. Я выбрал вот это, последнее. Поэтому, если я активно занимаюсь, активно живу, нет особой необходимости прямо что-то соблюдать. Организм сам возьмет сколько надо, сам попросит сколько надо. Вы будете чувствовать это прямо вот, будет почти языком человеческим будет с вами говорить тело. Вы будете его знать и чувствовать, например, лежат на столе разные эти. Вам прямо подскажут, что вы хотите. А когда мы не занимаемся, мы дезориентированы. Мы то это откусим, берем, то это и тело не понимает, что как, оно откладывает, куда не надо и что не надо. Поэтому рекомендую заниматься. Знаете, я никогда не призвал победить, иметь силу в воле, терпеть, заставлять. Это утопия. Долго не протянет. И вообще, стоит ли овчинная выделка? Если вы 10 лет терпели, страдали и потом добились чего-то, грош цена, вы отдали 10 лет терпения, я по-другому учу. Я учу так, ничего не терпеть, не заставлять, не страдать. Осознать, насколько тебе это важно. Когда вы осознаете, у вас выбор. И все. Вот два блюда, одно вы любите, одно не любите. Вам сила воли не нужна, вы просто берете любимое блюдо. Сделайте выбор. Сделайте так, чтобы у вас был выбор. Скажите, пожалуйста, еще такой момент. Вот в последнее время, может быть, это действительно мода, такая тенденция по стране стали открываться в больших количествах всякие центры йоги и так далее. Вот большинство из них все-таки они какие-то, ну скажем так, шарлатанские все-таки и за знанием лучше ехать куда-то в страны про родителей. Приведу пример. У меня на занятиях, когда я занимался группами, когда индивидуально. Часто, чаще всего в группе я говорю, поднимите руки, кто связан с йогой. Половина. Поднимите руки, кто преподает йогу. Там, одна треть. Хорошо. И когда мы заниматься начинаем, я поражаюсь, учителя йоги деревянные. Потом я спрашиваю, покажите, что вы даете. А они вот пять минут так, пять минут вот так. Ну что это дает? Какие-то там страшные слова, драхмы, кармы. Это ничего в жизни не меняет. Я совершенно йогу вижу по-другому. Я вот сейчас говорил, вы можете называть себя йогом, но если у вас в жизни не все гармонично, и вы не идете, и вы не на пути к этой гармонии, вы не йог. И если вы даже знать не знаете, что такое йога, но вы гармоничны, вы живете, где вы хотите, потому что вы шли к этому, а не где попало жить. Вы работаете там, где вы хотите, ездите, встаете, ложитесь, все вы делаете, все у вас как вы хотите в жизни. Если даже не совсем так, то вы на пути к этому, тогда вы йог. А если он пошел, там изучил страшные слова, знаете, анекдот, я знаю кунг-фу, карате, таэквондо, и еще несколько страшных слов, то это не йога, и это не карате. Но все-таки, если человек, допустим, решил заняться йогой не просто именно для того, чтобы выучить пару новых слов и там пару каких-то простых движений, да, а именно вот серьезно заняться, в первую очередь, для себя, для души, для здоровья, то как ему лучше быть в этой ситуации? Я, видите, из-за отсутствия знаний, но, знаете, не столько важны знания или учитель, сколько важно внутренняя искра, которая зажигается, и цель, цель должна быть не где-то отдаленная, там, какая-то, хочу развиться, не надо насиловать, тянуть, рвать мышцы, что некоторые это делают, это неправильно, надо сам процесс любить, а знаете, что происходит, когда наружная цель, происходит так, сам процесс растяжки, мне, это мучительно, но я терплю, чтобы там, потом, где-то что-то там, где-то, я никогда так не делал, мне сам процесс нравится, я растягиваюсь и чувствую, как радуются мышцы, без всякого насилия, читаю книги, у меня ноги тянутся, поменял позицию, поменял ту, помимо еще моей часовой тренировки, я еще дополнительную растяжку делаю, я не усижу на диване, я интервью сейчас сижу, я никогда, меня никто не может вспомнить на диване, на кресле, зачем, когда есть пол, когда можно сидеть в каких-то позициях и без ущерба для беседы, без ущерба для чтения, работы в компьютере и так далее, все стационарные вещи, которые мы дома делаем, можно делать на полу, постелить ковер, выкинуть все диваны, вот это все придумано, чтобы человек отвернулся от себя, поэтому у меня дома пол, на всю стену зеркало, когда входишь в комнату, желание прыгать, скакать, а когда входишь к другим, ни ногу не поднять, ни руку, тут люстра, тут журнальный стол, тут, а сядь, возьми пульт, ключи, открой холодильник, все, вот к чему устроены все квартиры, я у себя на квартире, я иногда группу приводил к себе домой, показать образец, как правильно распределено время, пространство, деньги и вообще все вещи. Спасибо большое за то, что все-таки вытерпели эти 15 минут и усидели на этом белом диване, спасибо вам, дорогие телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был Мухтар Гусенгаджиев, артист эстрады и кино и человек, который занесет в книгу рекордов Гиннесса как самый гибкий мужчина в мире.